не у не бегите от детей не не кричите на них не создавайте дистанцию к ребенку плохое настроение приблизьте дистанцию да я не знаю погладь типа как бы сказать поддержите скажите что совершенно не из чего расстраиваться скажите что сколько хороших вещей происходит ну вот не то что ощущение что некоторые родители испытывают панику когда они взаимодействуют со своим ребенком и когда он там что-то делает не так вот когда он что-то делать не так ему плохо не потому что он плохой а ему плохо и когда ему плохо вы можете как бы войти и помочь ему помочь как бы что-то другое заметить помочь чем-то другим увлечься помочь что-то другое там пережить и так далее вот и для этого вам нужно увеличивать с ним контакт они формировать границу виде страха его вашего негодования раздражение там и тогда если вы хотите чтобы ребенок вас слышал необходимо в принципе сформировать вот эту этот паттерн взаимодействию ребенком на уровне смысла вот значит это непростое занятие вот но как бы ребенок сам будет понимать какой то есть что вы с ним разговариваете по делу я в какой-то момент вы с ним разговариваете без дела значит кто когда вы говорите по делу и вот вы говорите с таким образом чтобы ребенок обязательно фиксировал на ваш свой взгляд чтобы он чтобы вы в общем у вас был глазной контакт да вы должны быть доброжелательны при этом вы должны быть в этот момент уверены сами в себе вот в том что вы говорите вот вы должны говорить так чтобы у вас был отклик на то что вы говорите не монологом до короткими предложениями короткими фразами в которых ребенок может вставить какую-то ответную реакцию вообще родители считают что можно у ребенка воспитывать страхом можно его воспитывать криком и так далее значит это самые неэффективные стратегии вот потому что ребенок будет бояться не того что вы хотите чтобы он боялся он будет бояться вас вот потому что вы в данном случае являетесь угрозой источником страха потому что он то другие страхи не видит к вы рассказываете что не надо сосать сосульку потому что значит и заболеешь и умрешь на вот ребенок про как бы сказать ничего не понимает не про заболеешь не про умнешь у него таких еще функций в голове нету даже если он пользуется этими словами он не понимает что за ними стоит вот и он дальше видит сосульку и видит вас ариару орущим но вот он действительно испытает страх но страх не то что он заболеет и умрет а страх из-за того что родитель выглядит как этот как его взбешенный мам если вы хотите эффективно взаимодействовать с ребенком вы должны находить общую платформу для этого взаимодействия на каждом уровне взросления ребенок понимает какую-то свою вещь значит вот там да когда он находится до 7 лет например его отношения с другими людьми вот вообще очень очень формальные это что в детском саду происходит это не 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 такие как бы несерьезные социальные игры вот когда ребенок поступает в куку в школу и он переживает кризис 7 лет вот дальше у него возникает другой период он действительно начинает задумываться про тех ребят и девочек и мальчиков с которым он оказался в классе вот и это время когда вы можете обсуждать как правильно себя вести и почему одни дети реагируют так а другие дети реагируют иначе и так далее но если вы делаете это до семи лет то ребенок не слышит ваших объяснений это до семи лет